В субботу на плену Медцентрального комитета мы подвели итоги выборной кампании. Собрался весь штаб с учетом, конечно, ковидных мероприятий. По онлайн-конференции были подключены все 85 обкомов, все наши союзники и помощники. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогал, кто голосовал, кто потребовал, чтобы мы строго выполняли ту программу, с которой шли на выборы. Главные требования, чтобы при рассмотрении очередного бюджета были максимально учтены пожелания и наказы наших избирателей. Сегодня в Советской России и в правде подробно опубликованы эти материалы, доклад Мельникова. Советую внимательно почитать, там честно подведены итоги и определены первоочередные задачи. Первоочередная задача сегодня была представлена и министру Сулуану. Он утром встретился с руководством фракции, а потом в течение полутора часов обсуждали все разделы предстоящего бюджета. Мы уже опубликовали нашу предварительную оценку. Особые требования к этому бюджету. В Думе прошлого состава мы были инициаторами рассмотреть бюджет развития. Он должен быть минимум 33 триллиона. Как сейчас планируют, этот бюджет на 7 триллионов меньше. Он не отвечает на главный вопрос. Главный вопрос, чтобы страна была умная, образованная, а поколение молодое, хорошо воспитанное. Для этого надо из каждых 100 рублей минимум 7 рублей тратить на цели образования. В бюджете в два раза меньше. Чтобы страна справилась с ковидом, была здорова и успешно смотрела в будущее, для этого тоже надо удваивать финансирование на здравоохранение. В новом бюджете нет и этого. Особое внимание должно быть обращено на качественное питание всех граждан страны. Отсюда продовольственная безопасность. Это вопрос номер один. Мы еще в прошлом бюджете подготовили такие предложения, а Дума и Совет Думы приняли это решение. 40 почти законов, 3 реальные программы, которые мы выносили на заседание Государственного Совета. Порадовались вместе со всей нашей командой, что президент поддержал, дал прямые поручения правительству и заявил, что за счет этой статьи надо пополнить казну государством на 45 миллиардов долларов. Я сказал, за три года мы пополним ее на 50 миллиардов. Но одно жесткое условие, чтобы реально были профинансированы те программы, которые мы вам представляем. Открываю новый бюджет. Там и особых следов нет для того, чтобы реализовать эту задачу. Я считаю, что это стратегическая ошибка и правительства Мишустина, и ее финансо-экономического блока. Сегодня настояли вместе с Кашиным на том, чтобы были дополнительно выделены почти 80 миллиардов рублей на программу устойчивого развития «Новая целина» и поддержку сельхозмашинстроения. Для нас очень важно, принципиально важно поддержать детей, и прежде всего детей войны. Я настаиваю на том, чтобы «Единая Россия» и все другие фракции активно проголосовали за нашу поправку, что дети войны должны получить те же льготы, которые имели участники войны. Участники войны практически почти все ушли из жизни. Они отвоевали страну, а дети войны ее потом возрождали и поднимали. Еще раз всем напоминаю, пенсия их в деревне 7-9 тысяч, в городе 12-14. Это нищенская норма, которая не позволяет выжить человеку. Я недавно читал письмо учительнице, которая 43 года проработала учителем музыки, и говорит, получила пенсию 12,5 тысяч. Из них 6 лишним заплатила за коммуналку и телевизор. Вот у меня осталось 6 тысяч, и думаю, или таблетки покупать, или еду покупать. Если еду покупать, я продолжаю болеть. Если таблетки покупать, я умлю с голоду. И говорит, стыдно мне за такую пенсию, стыдно за страну, которая нас бросила на такой произвол судьбы. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы эти статьи были реально рассмотрены в первую очередь, и были поддержаны. Это будет и проверка для новых людей в состоянии, или услышать боль детей войны, и оказать реальную помощь. Я перечислил три реальные программы, которые могут помочь стране наполнить бюджет и справиться с кризисом. Это, прежде всего, максимально аккумулировать в бюджете ресурсы, которые пойдут на общие цели. Самые поразительные все 10 лет удельный вес бюджета в общем валовом продукте не увеличивается, сокращается. Это означает, на общие расходы денег становится меньше, олигархи, вороватые чиновничества и жилье присваивают все больше. Я поручил посмотреть, как складывается наша политика, связанная с продажей сырьевых ресурсов. Продаем в среднем на 20 триллионов рублей сырья, газ, нефть и все остальное. Как ни открою, я надеялся, что хотя бы из этих 20 триллионов, 12-15, возьмут в общую казну для того, чтобы отремонтировать, прежде всего, нефтегазовые сети, жилые помещения и избавиться от тех аварий, которые каждый день видим на экранах телевизора и которые приносят несчастье во многие города и селения. Ничего похожего. По-прежнему львиная доля идет на оплату жиреющей и наглеющей олигархи и иностранным покровителям. Меня в этом бюджете особенно поразило, что назвали бюджет профицитным. Смотрю, а почти 3 триллиона тут же отправляют в фонд национального благосостояния. И получается бюджет не профицитный, а концы с концами не сходятся на 1 триллион 300 миллиардов. Просто это бумажный профицит и обман, в том числе и депутатов. Мне кажется, это совершенно недостойный трюк и прием. Ну и в заключение. Желаем выйти из кризиса? Все желаем. Готовы выполнить послание президента, войти в пятерку? Готовы. Но для этого надо иметь темпы минимум выше мировых. Мы предложили программу, которая дает темпы 5-6-7%. Мы ее уже однажды реализовывали. Хочу вам напомнить, когда пришло правительство Примакова, Маслякова, Герасченко и потом присоединилась Матвиенко. Мы тогда в тот год за только за три операции мы резко сократили отток капитала. Мы не дали поднять цены на энергоносители. И мы все сделали для того, чтобы поддержать финансирование в реальные производства. Дали под конкретную программу на каждое предприятие. Поддержали малый и средний бизнес. Промышленность дала в тот год 24% плюсом. А сейчас топчется на нулях или на месте. И обратите внимание, тогда 7 лет подряд до кризиса 2008 года средние темпы были 5-8%. За последние 10 меньше 1%. 0,9%. И если идти по старой протоптанной Ельциным и другим жульем и варьем типа Чубайса и Гайдаров топтаться и дальше правительству Мишустина, то они не выполнят ни одного показателя из поручения и послания президента. Мы еще раз напоминаем, на столе у правительства лежит бюджет развития, пакет из 12 законов, три реальные программы и все, что связано с поддержкой человеческого капитала. Я надеюсь, что по ходу обсуждения бюджета все-таки мы внесем необходимые поправки. А так реальная есть возможность выйти из кризиса, если реализовать нашу программу. Мы будем настойчиво ее реализовать, потому что дали клятву своим избирателям. И мы эту клятву обязательно выполним. Спасибо.